Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Григория Синаита, подвязавшегося в XIV веке. Сей божественный Григорий был родом из малоазийского селения Кукулас, близ Клазамен, и происходил от родителей богатых и знатных, и в то же время богобоязненных и добродетельных. Прилежно ими воспитанный, он был отдан учителям, от которых обучился божественным и священным наукам. В то время, тогда царствовал великий андроник-палеолог, Агаринский род напал на Азию, разграбил ее и обратил в рабство почти всех тамошних христиан. Вместе с ними был обращен в рабство и божественный Григорий с родителями и братьями. Их привели в Лаодикию, и промыслом Божьим варвары дозволили им ходить в церковь. Во время обычного псалмопения и словословия местные христиане, увидев, что те стояли с великим благоговением, прекрасно пели и были обучены музыке, удивились их благочестию и пению. Тотчас же по отпусте они пришли к Агаринам и, дав им много денег, выкупили Григория с семьей из рабства. После этого божественный Григорий отправился на Кипр. Он прожил там немного времени, но все полюбили его за добродетель и природное дарование. Его приятное лицо указывало на внутреннее состояние божественной его души, а его скромность, благочестие и благоговение к Богу удивляло всех, и народ весьма почитал Григория. В то время, когда почтенный Григорий жил на острове, Бог, который знал о его сильной любви к добродетели, живущей в его сердце, указал ему одного добродетельного монаха, подвязавшегося в безмолвии. Григорий тотчас же с радостью пришел к монаху, был облаченным в монашеские одежды и стал послушником. Проведя со старцем некоторое время, он неоднократно беседовал с ним на духовные темы, а потом ушел на гору Синай, где и был пострижен монахи. Вместе с пострижением волос Григорий отсек все желания и движения плоти и с большим душевным мужеством продолжил свои подвижнические труды. Прошло немного времени, и тамошние отцы были изумлены его почти невещественной бестелесной жизнью в посте, бдении, всеночном стоянии, непрестанном псалмопении и молитве. Еще немного, и они стали бы думать, что он и в самом деле бесплотный. В послушании корни и матери добродетелей и в возводящем ввысь смирении он был настолько искусен, что трудно описать их по отдельности, иначе ленивым может показаться, что я ради преувеличения говорю о невероятном. Вместе с тем, именно из-за ленивцев я не собираюсь замалчивать истину и напишу о том, что слышал от его ближайшего ученика, святого Герасима. Сей блаженный рассказывал мне, что божественный Григорий исполнял с трудолюбием и всяческой ревностью послушание, назначенное ему настоятелем, так как если бы его видел Вышний Бог и никогда не опускал обычного братского правила. Вечером, положив по обычаю поклон настоятелю и получив от него благословение, преподобный входил в свою келью. Затворив дверь, он возводил к Богу руки и ум, и полностью удалившись от вещественного сего мира и стараясь приблизиться к Богу, с необычайной ревностью начинал правило. Всю ночь он воспевал Богу псалмы и молился сильным сердечным желанием и коленопреклонениями до тех пор, пока не заканчивал все псалмы Давида, пение которых доставляло ему радость. Затем утром, когда стучали в било, преподобный по обычаю первым оказывался у дверей церкви. Он всегда был настолько строг к себе, что никогда не выходил из храма до окончания службы. Таким образом, Григорий входил в храм первым, а уходил последним. Пищей его были только хлеб и вода, да и то в таком количестве, чтобы только поддерживать жизнь в теле. Григорий три с лишним года исполнял послушание повара и хлебопека и ни разу даже не подумал о том, что служит людям. Напротив, он был уверен, что служит чинам ангельским. А место своего послушания считал истинным алтарем Божиим и жертвенником. Кроме того, почти каждый день он восходил на вершину горы Синай, чтобы поклониться тому месту, где совершались известные великие чудеса. Преподобный был весьма искусен в каллиграфии, а чтению предавался так много, что день и ночь усердно выбирал изречения из Ветхого и Нового Завета и старался их запомнить. Не знаю, был ли еще такой отец, который также изучил священное писание, как он, и который бы знаниями превосходил всех тамошних отцов. Однако злобный дьявол не мог спокойно наблюдать за подвигами преподобного. Он тайно ввел монахов в страсть зависти и, будучи сеятелем плевелов, посеял в них сильное смущение и волнение. Ученик кроткого и миролюбивого Иисуса, Григорий, поняв, что монахи ему завидуют, тайно покинул монастырь, взяв с собой Герасима, бывшего родом с острова Еврип, и приходившего с родственником правителю острова Риге. Презрев богатство, славу и благородное происхождение, отрекшись мира и того, что в мире, Герасим пришел на святую гору Синай, где и познакомился с божественным Григорием. Поразившись его крайней добродетели, Герасим стал одним из его учеников и с помощью Божьей достиг высокого уровня деятельности и созерцательности, став после великого Григория примером для других. Покинув Синай, они пришли в Иерусалим поклониться живоносному гробу. Посетив святые места, подвижники взошли на корабль и прибыли на Кипр, в место называемое Добрые пристани, где преподобный с большой ревностью начал искать спокойное и тихое место для жительства. После долгих поисков они, наконец, нашли тихие пещеры и с радостью поселились там. Тот же же добрый делатель стал прилагать труды к трудам, подвиги к подвигам, неким образом борясь с собой с еще большим мужеством. Пищей ему служил хлеб и вода один раз в день. Другого же ничего не было, хотя и была опасность погибнуть от жажды. Лицо преподобного приобрело желтый оттенок от сухоедения. Члены тела высохли и были измучены многими трудами, ослаблены от физического напряжения и не способны на какое-либо другое действие. Кроме того, блаженный старался отыскать такого духовного мужа, который мог бы наставить его в том, чего он сам не мог понять в священном писании и чему не был научен духоносными божественными отцами. Бог в ответ на его мольбы послал ему такого мужа. В божественном откровении он показал божественного Григория и открыл его желание одному отшельнику по имени Арсений, который безмолвствовал в тех краях и был украшен благочестивыми деяниями и божественным созерцанием. Движим и Духом Божиим Арсений пришел в келью к преподобному, постучал в дверь и был принятым с большой радостью. После обычной молитвы и приветствия Арсений начал беседу как бы из какой божественной книги, говоря о хранении ума, отрезвении, о молитве, об умной молитве и о том, как очищается ум через исполнение заповедей и становится подобен свету. Сказав об этом и о многом другом, старец, обращаясь к преподобному, спросил, а ты, Чада, какое дело не совершаешь? Тогда божественный Григорий с самого начала рассказал ему все о себе, об отшествии из мира, о любви к пустынножительству, о всех своих поступках. Божественный Арсений, прекрасно зная путь, который возводит человека на высоту добродетели, с улыбкой заметил. «Чада, все то, о чем ты мне рассказал, у богоносных отцов называется деланием, но не ведением». Услышав эти слова, блаженный Григорий в ту же минуту припал к его ногам и стал горячо просить, заклиная Богом, научить, что есть умная молитва, безмолвие и хранение ума. Божественный тот отец, приняв просьбу преподобного как некую находку, немедленно учил его всему, ничего не опуская из того, что сам щедро получил с помощью божественной благодати. Кроме того, старец открыл ему, что происходит с теми, кто подвязается в подвиги добродетели, ибо они справа и слева подвергаются нападкам ненавистников, добра бесов и завистливых людей, которых используют в качестве орудия своей злобы лукавы. Обо всем этом Арсений подробно рассказал Григорию. После этой беседы Григорий тотчас же решил отплыть на Святую Гору. Обойдя все монастыри, кельи, скиты и даже труднодоступные кельи отшельников, он посчитал справедливым встретиться со всеми отцами и воздать им должное поклонение ради молитвы и благословения. И, как сам рассказывал, на фоне Григорий встретил множество подвижников, украшенных благоразумием, скромностью и прочими многими добродетелями. Все они прилагали все свое усердие на делание подвига добродетели. Когда же он спрашивал, занимаются ли они умной молитвой, предаются ли трезвению и хранению ума, они отвечали, что даже не знают, что такое умная молитва, хранение ума и трезвение. Обойдя всю Святую Гору, преподобный пришел, наконец, в скит Магула, напротив честной обители Филофей. Там он встретил трех монахов — Исаю, Корниле и Макаре, которые занимались не только деятельными добродетелями, но немного и созерцательными. Много потрудившись вместе со своими учениками, он построил там кельи. На небольшом расстоянии от них он выстроил для себя эсихастирии, чтобы наедине беседовать с единым Богом посредством умной молитвы и умилостивлять его деятельными добродетелями. Вот тогда-то преподобный вспомнил о наставлении честного Арсения и о том, что тот говорил ему о хранении ума, трезвении и об умной молитве. Подчинив в себе все чувства, соединив ум с духом и пригвоздив себя ко кресту Христову, он часто-часто повторял «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Молясь так с умилением и сокрушением сердечным, с воздыханием из глубины души, он постоянно плакал, и слезы текли из глаз его подобной реке. За эти слезы Господь не презрел его молитвы. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия, ибо взывают праведные, и Господь слышит. Под действием святаго духа распалилось его душа и сердце, и, изменившись добрым и дивным изменением, просветленный божественной благодатью, преподобный увидел, что келья его наполнилась светом. Исполнившись радости и неизреченного веселья, проливая снова потоки слез, он был уязвлен божественной любовью, ибо поистине на нем исполнились слова сказавшего «деяние есть путь к созерцанию». Ведь преподобный оставил плоть и этот мир, и весь исполнился божественной любви. С той поры свет непрестанно освещал праведника, посказанному «свет праведным всегда». Когда я, блаженный Калист, и другие ученики спрашивали преснопамятного о смысле этих слов, он отвечал, «Тот, кто по благодати святаго духа возвышается в Боге, зрит, как в зеркале, всю тварь на свете. В теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю, как говорит апостол Павел, до тех пор, пока кто-либо не воспрепятствует этому, заставив прийти в себя. Просто и совершенно без всякого любопытства я задавал ему различные вопросы, когда Григорий выходил из кельи с веселым лицом и кротко смотрел на меня. Вы, духовные отцы, знаете, насколько больше вы любите последних своих духовных чад в сравнении с первыми? Подобно этому и мой пресноблаженный духовный отец выказывал ко мне больше любви, как к последнему своему духовному чаду, а я шептал ему, как к любящему отцу. Он же отвечал мне так. «Душа, которая прилепится к Богу и уязвится Его любовью, поднимется выше всякой твари, будет жить над всем видимым миром и соединиться с желанием Бога. Она не сможет укрыться, как и сам Господь обещал ей, говоря, «Отец твой, видевши тайны, воздаст тебе явно». Еще так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Ибо сердце трепещет и веселится, ум изливается, лицо становится веселым и радостным, как и сказал мудрец, «Веселое сердце делает лице веселым». Я же снова попросил его, Божественный Отче, «Научи меня ради любви к истине, что есть душа и что об этом говорят святые». С присущей ему кротостью он отвечал, «Возлюбленное мое духовное чадо, не ищи того, что выше тебя, и не исследуй того, что глубже, ибо чтобы понять то, о чем ты меня спросил, ты должен перестать быть младенцем несовершенным, который не может переварить твердой пищи. Разуметь высокие понятия тебе не по силам, подобно тому, как пища совершенных мужей не приносит пользы нежным младенцам, которые требуют только молока». Припав к его ногам и крепко ухватившись за них, я горячо просил его ответить. Снизойдя к моей усиленной просьбе, Григорий сказал, «Тот, кто не увидит воскресения своей души, не сможет в точности узнать, что такое душа умная. Скажи мне, отче, достиг ли ты в меру всего восхождения, то есть узнал ли ты, что такое умная душа? Да. Тогда я попросил его ради любви ко Господу научить и меня тому, что могло бы принести великую пользу моей душе. Божественный и всечестный Григорий, похвалив мою ревность, преподал мне такое учение. Когда душа употребит всю свою ревность и с разумом и рассуждением будет подвязаться в деятельных добродетелях, тогда, оттесняя все страсти, она подчиняет их себе. А когда она покорит страсти, ее будут окружать только природные добродетели, которые следуют за ней, как тень следует за телом. Эти-то добродетели не только последуют за ней, но и научат и наставят ее на то, что сверхъестественно, подобно восхождению по духовной лествице. И когда ум по благодати Христовой взойдет в вышеестественное состояние, тогда, просвещаемый сиянием Святаго Духа, он светло прострется и в созерцании. Став выше себя, согласно мере благодати, данной Богом, он ясно и чисто зрит природу сущего, ее связи и порядок. Но не так, как болтают внешние мудрецы, прибегающие только к тени вещей и не старающиеся следовать, как должно существенной энергии естества, потому что, как говорит Писание, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, а безумели. Затем, та душа, которая приняла обручение и благодать Святаго Духа, мало-помалу, в силу множества созерцаний, которые имеет, оставляет прежнее и восходит в вышнее и божественное, как говорит апостол Павел, забывая заднее и простираяся вперед. Душа, поистине очищенная таким образом, отлагает всякий страх и робость, и, прилепившись с любовью к жениху Христу, видит, что естественные ее помыслы полностью прекращаются и отпадают, как ковеля цветы и отцы. Достигнув невиданной и неизреченной красоты, она наедине беседует с единым Богом, светло освещаемое светлостью и благодатью Святаго Духа. Просвещенная таким образом бесконечным светом, она движется только к самому Богу, и через дивное это и новое изменение более не ощущает низкого, земного и вещественного тела, потому что душа кажется прозрачной и светлой без всяких добавлений и земной привязанности, естеством по преимуществу умным, каким был до преступления своего наш родоначальник Адам. Вначале он был покрыт благодатью того бесконечного света, а потом за ненавистные преступления, о горе, лишен светлой славы и освещения. Так это драгоценное животное, человек оказалось нагим. Преподобный поведал мне и то, что человек, который достиг такой высоты посредством утомительного занятия умной молитвой и чисто видел и познал собственное свое состояние, в которое пришел по благодати Христовой, видел воскресение души раньше общего воскресения, на которое мы все надеемся. Душа, очищенная таким образом, может вместе с божественным Павлом сказать, теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, но и сама недоумевает и изумляется этому, и с удивлением вопиет, о бездна богатства и премудрости, и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неследимы пути его. Вот что поведал мне божественный тот отец. Об учениках же его, которые водительством преподобного взошли на высоту добродетели, не знаю, как достойно и рассказать, и как поведать об их бранях и подвигах. Первым из них был святой Герасим, происходивший из Евриппа, как я уже говорил. Впоследствии он стал учеником святейшего патриарха Исидора, принес огромную пользу и заслужил его похвалу, ибо с самого начала был хорошо научен божественным Григорием добродетели и житию подобающему монаху. Сей дивный муж подражал бывшему в древности преподобному Герасиму Иорданскому, и как тот прошел апостольским путем и укоротил пустыню Иорданскую, воздвигнув в ней честные обители, так и сей, новый Герасим, исполненный божественной благодати и просвещенный Богом, пришел в Грецию. Подобно апостолам он обошел ее, и всех алчущих и жаждущих Слово Божие насыщал сладчайшим учением добродетели, обогащая, сколько было возможно, богатством освящения и благочестия. Да и сам Герасим, благодаря своему старанию и прилежанию, собрал вокруг себя множество учеников и с помощью Божьей основал небесные жилища и обитель монашескую, передав братьям правила строгого ангельского жития, учил их и являясь образцом добродетели, как в древности преподобный Герасим. Подобно тому и этот новый Герасим сподобил созреть в безмолвии божественные видения и провел жизнь в духовных подвигах, достойных удивления, после чего приставился к Господе. Вторым учеником преподобного был Иосиф, соотечественник и товарищ Герасима, который с мужеством подвязался за православие, противясь латинянам, и многих извлек из этого нечестия по благодати Христовой, приведя в православие. Мало кто из известных и преуспевших во внешней премудрости мог столько сделать для православия, сколько сделал Иосиф, ибо он имел внутреннюю и истинную премудрость, благодать Святаго Духа, с помощью которой и теры-бари, мужественные апостолы, прославились и постыдили внешних мудрецов. Так и дивный Иосиф был прославлен у Бога и посрамил латинян. О прочих же его добродетелях и знаменитом и скромном жительстве кто может по достоинству поведать? Умолчу об этом и я. Ты же, о слушатель, размысли о другом ученике святого, дивном Айве Николае, старце, восьмидесяти лет, от роду из Афин, который был достоин почитания не только за внушающее уважение возраст, но и за благоразумие и скромность нравов. Он мужественно претерпел за православие многочисленные преследования от латиномудрствующего Михаила Палеолога. Его ссылали, расхитили имение и множество раз заключали в мрачные темницы. В то время, когда божественный Николай проповедовал у себя на родине Слово Божие и учил народ хранить православную веру, не принимая порочного учения латинян, царь послал жестоких и бесчеловечных латинствующих своих слуг, чтобы наказать его. Повинуясь приказу царя, они крепко связали Николая веревками, на шею и руки надели цепи, чтобы устыдить, обрили бороду и, жестоко избив палками и ногами, водили по дорогам повсюду напоказ. Не знали, суи мудрые, что этим они только свою злобу выставляли напоказ, а для Николая были причиной большой славы. Но поскольку по милости Божией в Церкви Христовой в это время настал мир и гонения на православных прекратились, Вселенский Патриарх Святейший Иосиф испробовал разные способы, чтобы рукоположить Божественного Николая во епископа. Тот же Смиреномудрый никак не соглашался стать епископом и, желая безмолвия, пришел на Святую Гору. Тогдашний прот Святой Горы весьма возлюбил Николая, украшенного всеми добродетелями и благочестием, и назначил, вопреки его воле, экклесиархом в честной монастырь Кореев. Через некоторое время Николай встретился с дивным Григорием и, услышав всего сладчайшее поучение, всей душой захотел стать его учеником. Как магнит своей огромной естественной силой притягивает к себе твердейшее железо, так и Божественный наш Учитель Григорий душеполезными своими словами, которые каждый благоразумно, справедливо называл бы словами «жизнь вечной» и поистине божественным глазом, привлекал к себе всех, кто видел его или беседовал с ним. Как однажды Андрей, который увидел Христа и тотчас же оставил Иоанна притечу, после чего неразлучно следовал за Иисусом, так и ученики Божественного Григория постоянно сопровождали его, наблюдая, какого необычайного благоговения он достиг, в какую невозмутимость и душевный мир пришел, потому что кроткое и радостное его лицо указывало на внутреннее сияние благодать его души. Многие добродетельные монахи оставляли своих старцев и, стремясь услышать его наставление и присоединиться к его братству, чтобы получить пользу для себя, шли к нему в послушание. Так поступил и Ава Николай, который не только оставил почести и славу человеческую, как суетное излишнее бремя, но презрел и собственную старость, бросившись к ногам преподобного. Он с радостью принял подвиг и труд послушания, как если бы приобрел некое великое сокровище. Внимая сладким словесам преподобного, впитывая его наставлением, он стал искушен во всякой добродетели, особенно в смирении, превзойдя в этом всех своих собратьев. Следует подивиться и тому, как поступал со своими послушниками Божественный Отец. Когда он хотел исправить согрешившего ученика, то, размыслив прозорливыми душевными очами о том, как бы принести пользу послушнику, вдруг начинал поносить его, называясь злым и порочным, говоря, что он состарился во зле, и ничего доброго не сотворил. Преподобный называл его лентяем, который не брежет о спасении своей души, и часто приказывал какому-нибудь монаху, чтобы тот с суровым видом прогонял согрешившего из трапезной. При всем этом преподобный всячески заботился о спасении души брата. Услышав обо всем этом, подвижник Христов Авва Николай припал с великим смиреномудрием к ногам святого и стал плакать. Да и у меня самого, который рассказывает это, сжимается сердце и текут обильные слезы от удивления, когда я представляю почтенного старца, распростертого у ног учителя. Ты же, слушатель, поразмыслий и подивись этой истории. Обругав таким образом согрешившего ученика, Григорий наставлял его и, простив, отпускал с великой для того душевной пользой. То, о чем я сейчас рассказал, лишь крошечная частица, поскольку нет возможности поведать подробно обо всех подвигах преподобного. Ты же, возлюбленный, взгляни на другого ученика божественного Григория, досточудного Марка, который был родом из Склозамын. Придя в Солоники, он был пострижен в монаха в обители, называемый монастырем господина Исаака. Попав на Святую Гору, он подвязался с великой ревностью и, прилежанием, стяжав умную молитву, трезвение и крайне любил непрестанную молитву. Хотя Марк стал драгоценным хранилищем всех добродетелей, он настолько возлюбил смирение и послушание, что хотел ревностно служить, насколько это было возможно, не только настоятелю, но и всей во Христе братьи. Он был очень недоволен, если не удавалось послужить подобно рабу всем приходившим туда монахам. Поистине, своими делами он нелицемерно исполнял заповедь Христа, «Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Не было никого, кто бы ни удивлялся и не восхвалял божественного Марка и не ощущал его духовного благоухания. Увидев его всего лишь однажды, любой человек принимал от него в душу свое освящение и брал с него пример смиренно-мудрия. Божественный же этот подвижник, придя в глубокую старость, с великой радостью хотел совершать такие же подвиги, как и в молодости, совсем не задумываясь ни о старости, ни о бессилии, ни о чем другом, что могло бы ему помешать. Он ревностно исполнял послушание на поварню и ни разу не пренебрег своими обязанностями под каким-либо предлогом. Посему и Бог, который ублажает смиренных сердцем, видя такое его смиренно-мудрие, возвел его в такую славу, что, сияя от вожественной благодати, он стал светлейшим орудием Святаго Духа. Достигнув безмятежной и тихой пристани, он соединил со стремлением своим с Богом, собеседуя с Ним наедине и неизреченно радуясь Его светлости, многим доставляя душевную пользу от своих поучений и святости. Таким узнал Его и я и имел возможность испытать в течение долгого времени, потому что стал жить вместе с Ним, имея одно помышление и одно желание во всем по благодати Святаго Духа. С самого начала, как я только с Ним познакомился, то полюбил всей душой, необычайно высоко почитая Его дружбу. И хотя Он велел мне не разглашать о тех добродетелях, которые даровал Ему Бог, но поскольку похвала святым относится к Богу, то я рассудил справедливым нисколько не замалчивать Его подвиги, о которых с радостью и благодарностью говорят и слушают, и которые склоняют слушателей подражать подвижнику. Решив вернуться в честную лавру, Божественный Отец наш Григорий так соединил нас одного с другим своими поучениями и наставлениями, что, казалось, у нас была одна душа, в двух телах. Повелев нам пребывать неразлучными до конца, дивижимый благодатью Святаго Духа, Он о многом добром рассказывал нам, в том числе и о том, что если мы будем пребывать в единении, то сподобимся Царствия Небесного. Мы же, положив обычный поклон и приняв благословение молитвы, остались вместе и были неразлучны, думая и делая все одинаково. Мы не знали, что такое мое и твое, но прожили вместе целых двадцать восемь лет. Если кто-то звал Калиста, то вместе с ним был и Марк, если же кто звал Марка, то приходил и Калист. Все отцы, жившие с нами в скиту, видели у нас похвальный пример из-за доброго согласия, бывшего между нами по благодати Христовой. А если иногда и случались под дьявольской зависти у некоторых братьев разногласия и споры, они часто вспоминали о нашем богоугодном примере. Затем, не знаю, как случилась у Марка телесная болезнь. По сей причине мы пришли ради исцеления в священную лавру. Познав великую его добродетель, тамошние отцы не захотели его отпустить, ибо для них это было бы невыносимо. Я же, движим и Богом, пришел в честной Иверский монастырь, и хотя некоторым казалось, что мы разлучились друг от друга, телесно, пребывая в разных местах, но душой по благодати Божией, соединяющей и удерживающей доброе, мы продолжали быть вместе. Где мы ни находились, мы всегда были соединены друг с другом, и каждый из нас сохранял воспоминания о другом с большой любовью. Блаженный же Марк был прославлен Богом, каждый день приемля большую славу с дарами и просвещением, которым удостаивался от него. А сейчас расскажем и о другом ученике святого, достохвальном Иакове. С помощью поучений и наставлений божественного Григория он зашел на такую высоту добродетелей, что сподобился приять и архиерейское достоинство, став епископом сервийским. Немного позже пришел на святую гору Аарон и был принят преподобным Григорием, который очень жалел его, потому что тот был слеп. Святой говорил ему, что по своей крайней благости Бог стал человеком, чтобы воззвать праотца нашего Адама, который пал через прислушание, освободить его от тирании дьявола, привести в первое начальное состояние благородства и воздвигнуть от тли смертной. Слепота же телесная не только очищает очи души, но и дарует вечный свет тем, кто переносит ее с благодарением и, несомненно, надеется на Бога. Когда мы с помощью Божией и Его благодатью очистим горячей молитвой и непрестанным молением наши сердца, тогда просвещается ум наш и помышление, которое есть как бы два окна душевных, когда же просветятся и отверзутся душевные наши очи, тогда человек в Боге, ставший духовным, видит естественно, как видел и Адам до преступления. Услышав такие наставления и познав их умом, Аарон стал сердечным сокрушением просить Бога. Господи, Боже мой, к земле преклонившись совоставивай, единым словом расслабленного и исцеливай, очи слепому отверзый, воззри на меня, неописуемым Твоим благоутробием и преклоненной тиной греха и на земле лежащую несчастную мою душу, не презри отчаянием. Яко человеколюбец, отверзи очи сердца моего, да вселится страх Твой в него, чтобы разуметь и заповеди Твоя, и творить и волю Твою. Малясь так Богу из глубины души, Аарон был услышан, и отверзлись душевные его очи, так что ему больше не только не потребовался поводырь, но и сидя в келье, он иногда и предсказывал, что должно произойти, например, выйдем на улицу, потому что идет к нам какой-то старец или какой-то брат. Удивительно, но именно так, как он предсказывал, и случалось. Когда же должен был настать день памяти какого-нибудь великого святого или владычный праздник, он задолго говорил об этом, никем не наученный и ни от кого не получавший подробных сведений. На вопрос, как он об этом узнавал, Аарон отвечал, что перед праздником сходит в его душу от Бога великое освящение и слава и от Бога все его знания. Так однажды, когда они шли вместе с Иаковом к одному монаху и находились от его кельи на расстоянии двух миль, просвещенный Богом Аарон сказал Иакову, «Монах, к которому мы идем, держит в руках священное четверо Евангелия и читает из него вот этот стих». Придя в келью и расспросив монаха, они обнаружили, что тот действительно читал тот стих, о котором говорил Аарон. Должен рассказать и о других учениках преподобного Моисея, Лонгине, Корнилии, Исаии и Клементе. Они начали жительство по Богу с великой ревностью и много подвязались в постей и трудах, чтобы стяжать все добродетели. Непрестанно упражняясь в спасительном делании умной молитвы и приобретя множество учеников, они мирно скончались, предав души свои в руки Божии. Поскольку я вспомнил о дивном Клементе, справедливо будет немного рассказать о том, что даровал ему Бог. Сей Клемент был пастухом овец, родом из Болгарии. Однажды ночью, когда он стерег овец, то увидел странный сильный свет, осветивший все стадо. Весьма обрадовавшись, он начал размышлять, откуда мог возникнуть такой свет. Может быть, внезапно расцвело и взошло солнце, пока он немного вздремнул, опершись на посох. Пока он так размышлял, свет начал понемногу отступать и взошел на небеса. И снова сделалась ночь и тьма. Очень этому удивившись, Клемент пришел на Святую Гору и, найдя в скиту морфина, монаха-простеца, но благочестивого и добродетельного, стал у него послушником, но научился у него только молитве «Господи, помилуй». Через некоторое время тот свет стал опять понемногу появляться и наполнил душу Клемента божественной благодатью. Был же Клемент человеком весьма простым и безыскусным и внимал только Богу. Поскольку старец велел исповедовать ему все помыслы, он рассказал о бывшем ему видении, прося открыть, что бы это значило. Не способный к этому старец и вместе с Клементом пошел к божественному Григорию, которому они обо всем и рассказали, горячо прося принять их и зачислить в свое братство. Подражая Христу и желая всем спасения, преподобный принял их с веселости и, отделив от всех, научил всему, что необходимо для спасения души, заповедав иметь терпение, смирение, всегдашнюю надежду на Бога, от которого всякое благо людям никогда не пренебрегать данным ему правилам и непрестанно помышлять о смерти. Приняв с великим смиреномудрием, заповеданное Божественным Отцом, Клемент обещал неустанно все исполнять. Он стал подвязаться в делании по Богу с такой ревностью и прилежанием, что скоро ум его просветился светом Божественной благодати, и он взошел не только в созерцание сущего, но, восходя от созерцания к созерцанию, достиг состояния сверхъестественного. Если простая по естеству своему душа истинно приступит работать Богу и ревностно посвятит Ему себя, она становится богоподобной, получает отдохновение и входит в состояние высшее естественное. Клемент рассказывал, что когда Божественный Григорий посылал его в священную лавру, то всякий раз, когда подвязавшиеся там отцы благоговейно начинали петь честнейшую Херувим, с неба спускалось светлое облако и дивным образом покрывало лавру до тех пор, пока не заканчивалось песнопение, после чего облако снова поднималось в небо. Клемент получил большую душевную пользу от поучений преподобного, и не только он, но и все те, кто слышали божественные его слова и принимали их с любовью и благоговением. Почти все монахи приходили к нему, будучи совершенно не в силах пребывать без его поучений, ибо преподобный сподобился приять от Бога великую духовную премудрость и благодать, доставлявшие пользу слушателям, как о том не рассказывали те, кто испытал это на себе. Богоносный тот отец предлагал ученикам духовные и боголюбезные беседы, которые сопровождала божественная благодать. Когда он начинал говорить об очищении души и о том, что человек становится Богом по благодати, тогда в души наши приходила дивная, чрезмерная божественная любовь. Подобно тому, как когда Великий Петр учил в доме Корнилия Сотника и сшел на них Дух Святый, так произошло и с теми, кого учил божественный Григорий по свидетельству самих учеников его. Пресноблаженный прилагал множество усилий, чтобы склонить всех отцов-отшельников и общежительных заниматься умной молитвой и хранением ума. Однако ненавистник добра дьявол не успокоился, но воздвиг против преподобного наиболее образованных монахов, которые, как и обычные люди, подверглись страсти. Они позавидовали божественному Григорию и положили своей целью изгнать его со светлой горы. По неведению с ними согласились и другие, которые, спутав упрямство с гордыней и возношением, говорили преподобному «Не учи нас этому пути, о котором мы ничего не знаем, имея в виду умную молитву и хранение ума». Видя, что вместо мира разгорается зависть, а добро уступает место злобе, преподобный с одним из своих учеников и неким подвижником по имени Исаия, который первым из всех построил себе келью в скиту Магула, ушли оттуда в протат. Скажем несколько слов об Исаии. Этот блаженный много пострадал от латиномудрствующего царя Михаила Палеолога, потому что не хотел общаться с тогдашним патриархом Иоанном Веком из-за его нововведений в православное вероучение. Движимый ревностью по Богу, Исаия много подвязался за православие, неустанно учил, прилагал все свое старание и усердие, чтобы еще теснее соединить всех с православной церковью Христовой. Вместе с этим дивным учеником преподобный пришел в протат. Но тогдашний прот, хотя и принял их с радостью, но он начал якобы подружески язвить божественного Григория. Делал он это не потому, что тот учил отрезвение и умной молитве, ибо как можно противиться истине и преподобному, который был духоносным мужем и явно для общей пользы проповедовал о Боге, а потому что тот учил без его разрешения. Узнав же о необычайной добродетели этого святого мужа и высоте его божественного учения, прот оставил все свои насмешки и, примирившись с ним, приобрел большую пользу для себя. Беседуя с Григорием Исаией, прот говорил, «Сегодня я беседую как бы с первоверховными апостолами Петром и Павлом». Увидев, с какой заботой прот Святой Горы принял их, а также узнав о его похвалах и прочие отцы, познали истину, и с той поры все, и отшельники, и общежительные, приняли с большой душевной радостью божественного Григория как общего учителя. Однако из-за множества приходивших к нему людей обрести покой преподобному было нелегко. Поэтому, любя безмолвие, он много раз менял свое место пребывания. Иногда шел к честному монастырю Святого Симона и оставался на безмолвии в его окрестностях, ибо дорога туда была труднопроходимой, а иногда безмолвствовал в глубоком лесистом ущелье, называемом Джигрия. И в этих пустынных местах он выстроил кельи подальше от дороги, и в них часто скрывался от приходивших к нему, потому что весьма любил отшельничество, и даже на один час не хотел прерывать своего духовного созерцания. Но что же случилось дальше? Однажды внезапно напало на святую гору варварское племя Агарин, и, схватив всех подвязавшихся там монахов, обратили их в рабство. Размышляя, с одной стороны, о том великом зле, что постигло его, когда он был обращен в рабство этими варварами, о чем я уже говорил вначале, а с другой, о том, что произведенный шум рассеял его ум, а варвары нарушили его безмолвие, преподобный решил снова отправиться на Синай, чтобы безмолвствовать там, на вершине горы. Вместе с несколькими учениками мы пошли в Салоники, а потом через два месяца тайна от всех, только со мной и с другим монахом, взошли на корабль и приплыли на Хиос. Там мы встретили монаха, направлявшегося в Иерусалим, не зная, что он сказал преподобному, но это помешало нам идти на Синай. Мы отправились на Метилену, оттуда, пробыв немного времени на горе Ливан и не в силах обрести безмолвие, пришли в Константинополь. По причине суровой зимы мы провели там шесть месяцев, таясь как странники. Царь же Андроник-палеолог, ревнитель и поборник православия, узнав, что в Константинополе Григорий, милостиво пригласил его прийти к нему. Царь уже давно желал увидеть подвижника, ибо он знал о громкой славе преподобного. Андроник даже пообещал дать ему богатые дары, но святой, избегая славы человеческой, никак не соглашался прийти к царю. Покинув Константинополь, мы морем отправились в Созополь, где пробыли недолго, ибо нас узнал некий монах Амиралис, который обитал в глубокой пустыне Пирорийской, и пригласил преподобного Григория к себе. Посетив Амиралиса, преподобный подумал, что место здесь тихое, и будет способствовать исполнению его богоугодной цели, и решил поселиться там. Преподобные его ученики своими руками построили небольшие кельи, находившиеся на расстоянии одной мили, и от того места, где подвязался Амиралис, тоже имевший своих учеников, и друг от друга. Среди них был один монах по имени Лука, который в самом начале был учеником божественного Григория на Святой горе. Сейчас же на него напала страсть зависти, и он совершенно не мог себя сдерживать по причине затаившейся в нем злобе. Однажды, сильно оскорбив Святого Григория, он с великим бесстыдством бросился на него с ножом, и если бы другие ученики Амиралиса не помешали, то несчастный совершил бы убийство. Преподобный Григорий, как истинный ученик кроткого и миролюбивого Христа, стал и в этом случае образцом для подражания. И не только не проникся ненавистью, но и ничуть не смутился, и не стал замышлять против Луки никакого зла. Он выказал ему огромную любовь и даже поблагодарил. Ради душевной пользы Луки преподобный написал сто пятьдесят деятельных и созерцательных глав отрезвений. Спустя некоторое время и сам Амиралис под воздействием начала злобного врага позавидовал святому и, разгоревшись гневом, бесчинно кричал на него и пугал, что если тот как можно скорее не уйдет отсюда, то он подкупит множество разбойников, которые придут и убьют всех, что потом он и сделал. Вот такую награду божественному Григорию воздал притворявшийся монахом, однако напрасно трудился безумный, ибо Бог по молитвам преподобного сохранил нас всех невредимыми. Уйдя оттуда, вместе со всеми монахами, что собрались ради него, божественный отец Григорий пришел на гору, называемую Катакикримени. Через несколько дней тот завистливый Амиралис подослал разбойников, которые, напав на нас, как львы, всех схватили, а преподобного, о горе, связали платком и стали искать деньги у того, который еще с юного возраста не желал иметь ни одного Абола. Ничего не обнаружив, они нас отпустили. Поскольку зависть полностью овладела душой Амиралиса, а страсти это не проходит легко, мы ушли оттуда и пришли снова в Созополь, откуда в декабре вернулись в Константинополь. Пробыв там до весны, мы пришли вместе с преподобным на Святую Гору. Лаврские монахи приняли его с большой радостью, почитая приход его за духовное торжество. Близ священной лавры в разных местах святой выстроил несколько келей. Он попросил у лавры разрешения занятий некоторые кофизмы, пригодные для безмолвия, и, подвязаясь там, наедине беседовал с единым Богом. По попущению Божию варварское племя опять ворвалось на Святую Гору. Стало невозможно безмолвствовать за пределами монастыря, и Божественный Отец вошел в лавру. Но беседы с монастырскими отвлекали его от безмолвия. Сильно печалясь по этому поводу, и желая уединения, восхождения и созерцания, совершенно не имея покоя, он, никому не сообщив, взял ученика и на корабле отплыл в Адрианополь. Затем с ушей прибыл в Пирорию, где, собрав множество монахов, поселился на горе Катики Кременской. Там жили также и разбойники. При этом любой благоразумный сразу подумает, что это было от лукавого, который завидовал добру и боялся, чтобы преподобный не сделал эту пустыню обителью монахов для непрестанного воспевания Бога. Что, как мы видим, сегодня по благодати Христовой и произошло. Он не только основал Великую Лавру, но и способствовал заселению пустыни монахами. Кроме того, по благоволению святаго Бога, прославляющего Божественного мужа, из-за множества собравшихся монахов были построены три другие лавры в пещере Мессамильской и вместе называемом Пезуа. Человек Божий, уповая на Бога, нисколько не устрашился искушения от разбойников, но замыслил доброе. Через монахов, которые стали его учениками, он сообщил болгарскому царю Александру, что ушел со Святой Горы из-за частых набегов варварского племени Агарин и, придя в эту пустыню ради безмолвия, снова обрел искушение в виде разбойников. Зная, что царь Бога любив, благочестив, милостив и во всем помогает находящимся в нуждах, преподобный попросил его с помощью дарованных ему от Бога мудрости и силы помешать нападениям разбойников. И тот дивный царь, весьма почитая добродетель и добродетельных мужей, с радостью восприял слова преподобного, тотчас же послал людей, которые построили крепкую и высокую башню, церковь, кельи и стоила для животных. Царь позаботился обо всем другом, что было необходимо монахам, ибо это утверждают все те, кто ходит туда ради пользы душевной и на поклонение. Александр послал много денег и продуктов для находившихся там монахов, пожертвовал монастырь у деревни, озеро с садком для разведения рыб, быков, бесчисленное количество овец и множество мулов. Таковы были удивительные и щедрые дары болгарского царя. Желанным делом для божественного Григория всегда было по-апостольски обходить вселенную и своим учением привлекать всех христиан к восхождению к Богу посредством деятельной добродетели и, возводя их на высоту созерцания, частым повторением умной молитвы. О великом Григории можно сказать словами Писания. По всей земле проходит звук их и до предела вселенной слова их, потому что он всем сердцем желал просветить всех светом присвятаго Духа и не оставил почти ни одного места не только у ромеев и болгар, но даже у сербов, да и у других, куда бы ни распространилось через него и его учеников доброе учение о безмолвии и умной молитве. И как на Святой Горе он привел отцов к строгому и чистому безмолвию и умной молитве, так и везде, куда бы ни доходил он сам или его ученики, они передавали всем христианам сие богоугодное дело умной молитвы. Даже из пирории, глубокой пустыни, куда пришел преподобный, он сделал духовную мастерскую, изменяя приходивших к нему к лучшему. Так, например, случилось с теми дикими разбойниками и убийцами, злобный нрав которых он переменил на кроткие, одним лишь своим видом, сделав их пастухами овец. Те, кто были раньше жестокими и кровожадными, совершенно изменились по молитвам преподобного и, припав к его ногам, катались по земле в горячем сокрушении и покаянии, что они только при этом не говорили и не делали, выставляя на обозрение свою прошлую жизнь, что свидетельствовало об их душевном исправлении. Большинство из них, просветившись умом с помощью поучения Божественного Старца, истинно поработали Богу и стяжали спасение для своей души. Таковы лишь немногие из многочисленных подвигов святого Григория. Таковой была его жизнь и подвиги по Богу блаженной его души, в которых он прибыл до последнего своего вдоха. Немного поболев, он предал блаженную свою душу в руки Божьи и взошел на небеса, чтобы в совершенстве насладиться желанным Христом, Которому слава и честь и поклонение с Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Написано Калистом Святейшим Патриархом Константинопольским.